Девушки отдыхают... Я вижу Николай II. Честное слово. Да, это я согласен. Сдалека так кажется. Но если поднесу, то видно, что это Александрова. Да, да, да. Да, вон, все нормально. Вот. Так что очень интересно, почему он там стоит. Вы из Москвы? Да, да. А где, если не секрет, живете в каком районе? На северо-западе. Там, знаете, где речной вокзал. Знаю, Хоурина. Хоурина, речной вокзал. Хоурина, да, да. По нововведению Собянина этим центральным диаметром ездили? Ну, я ездил, да. Я просто ради любопытства ездил. Потому что мне особо не надо ездить на работу. Нет, ну понятно. Не отдать на работу. Может, куда-то в гости или на шопинг. Я просто говорю, что у вас же самое сложное, я никогда не думал, что ленинградское направление будет задействовано. Это же не московская дорога. Она всегда... Глядишь, а ее третьим диаметром или четвертым сделали задействованы. Да. Я даже не ожидал, что она будет задействована. Там, знаете, что сейчас прикольно? Сейчас сделали метро во Внуково. Вот прямо приезжаешь на метро, городская подземка, приходит прямо в аэропорт на регистрацию. Даже на улицу мне надо посадить. Вот это вот, конечно, мощно. То, что там эти диаметры, это все, конечно, хорошо. Но когда ты вот прям садишься в метро, хоть где, и уходишь прямо на регистрацию. Это в Лондоне в хитро то же самое. На улице не нужно выходить. Да, да, да. Несколько аэропортов в мире всего так могут. Ну да. Так что на... Так это... Это же там боковая ветка. Нужно пересаживаться с красной, да? Или с какой-то там. Пересаживаться с красной, да. Она туда... Согласен. Там маленькая веточка, да, вот, до Внукова? Ну как маленькая? От Парка Победы, блин, ну не знаю, минут 30, наверное, ехали. Откуда? От Парка Победы, вы сказали? Кажется, да, Парк Победы. Нет, Парк Победы это вообще на синей линии, по-моему. Вот он туда вниз идет, идет, идет всякие. Солнцево, рассказывки. А, я думал, вот в Новую Москву красная ветка ведет туда, на Коммунарку. Да, это другая. Вот она не идет во Внуково. Это рядом, правильно. Ну понятно. А туда идет... Ну да, да, это... То есть там прямо из-под земли выход прямо в аэропорт сделали, да? Да, да, прям не надо выходить на оружие, куда. Просто входишь в здание аэропорта и идешь на регистрацию. Да, но это круто. Даже на улицу не надо выходить. А это круто. А каково ваше впечатление о центральных диаметрах? Ну, я не знаю. Мне кажется, не очень много людей пользуются. Конечно, прикольно. Нет, как раз не очень много пользуются... Все в основном... Не очень много пользуются московским центральным этим кольцом, которое его сделали там лет семь назад. Вместо московской дороги. Да, да, дороги. А там почему? Там много пользуются... Те, кто пользуются электричками, они сейчас пользуются этими диаметрами. Погласен. Да, лишь такой, да. Я вот детально анализировал второй диаметр, до Подольска. Вот плюсы, конечно, то, что интервалы стали меньше. То есть там бывало и по часу, но это ремонт был. А вот так при нормальном стечении обстоятельств максимум 15 минут, вот даже вот в полночь, максимум 15 минут. Да, правильно. И составы подсо, то есть подвижной состав отличный. Там с Wi-Fi, с этими зарядками совсем. Да. А вот минусов... Это есть такой. А вот минусов тоже два. Во-первых, замедлилось движение по сравнению с предыдущими десятилетиями, даже скажем так. И второй минус, это убит зону непараллельный график. То есть вам пояснить, что такое зону непараллельный график? Я понимаю, примерно, да, понимаю. Ну, я обычно привожу наиболее характерный, вот, допустим, Тульская электричка, да? Она в 70-х шла с остановки Москва-Курская, Тексильщики, следующее Подольск сразу. Потом Столбовая, Грина Столбовая от Чехов-Серпухов. Если вы это направление знаете, а если не знаете, я могу по-вашему привести. Вы знаете прекрасно. В начале 80-х добавили Царицыно, когда метро открыли. То есть стало идти, значит, Москва-Курская, Тексильщики, Царицыно-Подольск и так далее. А сейчас это самое Тульская до Подольска идет со всеми остановками. Такого даже в страшном сне, в 90-х не могло присниться. То есть зачем это сделали? Оставили бы Тульский в покойте. Более того, даже, что самое смешное, Тульский это единственное в Москве место, где обслуживаются двумя депо. Депо Тула и депо Перьерова. Остальные только московские. Вот в Твери тоже, по-моему, нет своих электричек, там московские приходят. Они даже заставили электропоездное депо Тула следовать со всеми остановками до Подольска. Я бы на их месте иск давно предъявил. Это же износ подвижного состава на каждой остановке. Да, да, да. Прикольно. Ну, спасибо вам за экскурсию. Я вот не знал. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает? В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 1922 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Уровень интеллекта у Миколы Рушницына, в самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия. Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хорош. А вы не знаете, здесь какого-то? 60 километров от кордона с Польшей. Как вы думаете, какая это может быть область? Сумска? Сумска область между Польшей? Вы смеетеся? Мы ведем за родную Россию, как усеи их рассеют, тяжела будет и исповедь. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян. Первый секретарь Армении. Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и Зарабяном завтра и... Совместный стрим. Это русский губ. Мы сделаем украинский угол и ночевый. Мы таясь. Да? Да. Украина, которая... Украина создала. Украинский губ. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор. У нас есть консольный ответ. Вплоть до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай, надмертный бой. С нашим силой немною, с оранжевой чумой. Продолжение следует.